Экспертом-криминалистом Алексей Нефёдов работает почти 20 лет. Эти специалисты первыми попадают на любое место преступления – от кражи до убийства. Их задача – собрать улики, а дальше исследовать их в лаборатории. Работа кропотливая и дотошная, обследовать необходимо буквально каждый сантиметр места преступления. Мужчина убил свою жену и малолетнего ребёнка. Его нашли, да. Он был задержан буквально через минуту, через 15, может быть. Потому что он убивал ножом, было много криков, много крови, конечно. И вот меня, конечно, потрясла смерть маленькой девочки, которой было лет 5, наверное, всего лишь. 1 марта криминалистической службе МВД России исполняется 99 лет. Только в прошлом году эксперты-криминалисты провели почти 20 тысяч экспертиз. В почти половине случаев их исследования помогли установить личность преступника. Главное в работе следователя – это привлечь виновное лицо к ответственности, доказать его причастность к совершенному преступлению. И поэтому современные методы, которые применяются при проведении экспертиз, помогут следователю как можно быстрее доказать вину человека, направить уголовное дело в суд, чтобы он понёс заслуженное наказание. В чемодане эксперта-криминалиста перчатки, различные растворы, лупа. Самый необходимый материал – дактилоскопический порошок. С его помощью эксперт находит отпечатки пальцев, все поверхности, где человек может оставить следы. Эксперт обрабатывает этим составом. После копирует след, упаковывает в специальный конверт и отправляет в лабораторию на дальнейшую экспертизу. Мы сразу смотрим наличие следов, которые мог быть оставлены преступником. То есть на двери, может, какие-нибудь следы, на полу. Затем, если видим следы, мы их фотографируем, изымаем на дактилоплёнку и передаём следователю. Следователи упаковывают их, в присутствии понятых расписываются и изымают таким образом. Если следы невидимые, то тогда мы обрабатываем поверхности дактилоскопическим порошком с целью обнаружения следов пальцев рук. Экспертно-криминалистический центр «Приморья» сегодня один из самых лучших в регионе. Здесь собрана материально-техническая база для проведения любых экспертиз. Кроме того, в декабре прошлого года открылась ДНК-лаборатория, где оперативно проводятся исследования биологических следов и объектов, поступающих на экспертизу. Теперь нет необходимости направлять материалы для исследования в другие регионы страны, как это было ранее. Кроме того, в экспертно-криминалистическом центре проводят баллистический, тросологический, технико-криминалистический и даже почерковеческие экспертизы. Как говорят сами эксперты, нельзя совершить преступление и не оставить следов. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.